День Города Можно сдать медикаменты с истекшим сроком годности Важная дата для ОМОНа Как силовики празднуют день рождения Хозяйка ватной горы Мастерица из Кораблинского района Создает куклы из подручных материалов Сезон отпусков завершен Но есть и те, кто о поездке мечтает уже два года Рязанская турфирма оставила с носом Почти два десятка человек Общий ущерб больше 12 миллионов рублей Пострадавшим не помог даже суд Жалобы выслушал Герман Гущин 29 сентября 2019 года Все мы покупали путевки ИП Перфильева Которая выступала официальным Представительством от Коралл Тревел Вот В путевке так называемый отдых Мы не улетели на отдых Она просто-напросто нас всех обманула Причем обманула не только нас Здесь присутствующих Но обманула еще людей Которые являются иногородними Этой запутанной истории уже два года Но люди пока так и остаются ни с чем Нет ни путевок, ни денег за них География обманутых частным туроператором широка Тула, Москва, Рязань И вроде как первые звоночки О недобросовестности звучали и раньше Но туристы думали пронесет Но их накрыло В 18-й год начались проблемы В туристическом бизнесе С островом Сокровищ В 19-м году начались проблемы В туристическом бизнесе Этой Перфильева В 20-й начало года Это Розовая Пантера То есть каждый год Шло безобразие Именно обман туристов В плане отправки их на отдых При этом на самом деле Очень сложно Мы добились возбуждения уголовного дела Мы добивались несколько месяцев В итоге После того, как Два года Два года после того, как завели уголовное дело Мы доводили все это до суда И в итоге вынесен вот такой судебный приговор Конечно же Это просто расценивается нами как плевок Это как плевок вообще Пострадавшим людям На протяжении двух лет Пострадавшие пытались добиться возмещения Денежных средств от предпринимателя Перфильевой Разговаривали с ней по-хорошему Но в ответ говорят только ухмылки и хамства Госпожа Перфильева У нас получается так, что Обманывала не только Когда было ИП под эгидой Коралл Тревел Но еще и У нее были другие туристические Агентства через интернет Поэтому наша основная задача Донести до людей, что в Рязани И Рязанской области действует мошенник Она осуждена Советским судом на 4 года Извините, условно За свои мошеннические действия С рассрочкой приговора С рассрочкой приговора С рассрочкой приговора до 14 лет И без выплаты пострадавшим денег Схема обмана туристов была одна и та же Сначала авантюристка предлагала турпоездку И очень срочно просила перевезти деньги Якобы это горящая путевка И мы, мол, можем не успеть Деньги переводились накануне Или в день вояжа Но затем поступал звонок Дескать, по каким-то причинам Туроператор поездку не подтвердил Ей дали 4 года условно Со срочкой приговора до 14 лет Реально Потому что она во время Следствия умудрилась Простите, я понимаю, что жизнь ей жить Забеременеть и родить ребенка Теперь она мать-одиночка Я понимаю по закону Но через 3 года у нас будет 90-летие победы И такие лица могут попасть под амнистию Соответственно, через 3 года Ну, мы предполагаем С нее все это снимется И она заново начнет обманывать людей Туристы из Тулы тоже попали в список жертв Через популярный сайт бронирования путевок Это рязанское турагентство Значилось в первом списке И решили воспользоваться услугой Онлайн бронирования Мы уже знали, куда хотели полететь В определенный отель Мы оставили там заявку И с нами связался менеджер ее На то время Солдаченко Анастасия Она рассказала нам об этом туре Нас все устроило Но ответ мы не давали Поедем мы или нет На следующий день К нам позвонила Самая личная перфильева А мы еще так удивились Ну, не московский, получается, номер А ваш, вот, рязанский Мы на следующий день Едем у себя в Туле Тоже в агентство Coral Travel И посмотреть На самом ли деле Есть такое или нет На что нам они объясняют В нашем городе Что данный отель стоит в стопе При личном общении Начались отговорки Дескать, я забронировала На свой паспорт И ваш тур состоится Но в итоге Жители Тулы Так никуда и не отправились Следствие доказало Что в момент возбуждения Уголовного дела На счету мошенницы Была приличная сумма Которая в скором времени пропала Еще я считаю Что данный человек Просто целенаправленно готовился Почему? Потому что мы вот тут Мы подавали по защите Прав потребителя В советский суд Вот А так как Нам уже было решение О возмещении По защите прав потребителя И через судебных приставов Мы подавали иски Нам вернулись ответ Что взыскать с нее Нечего Сумма взыскания Ноль Согласно законодательству Вот А зная по законному То есть по Кривидическому делу Которое уголовно У нее было Порядка 25 миллионов На счетах Несмотря на приговор Пострадавшие Намерены идти до конца С постановлением суда Они не согласны И будут его обжаловать Ведь деньги Которые они копили На отдых Получается Никто возвращать Не собирается Тем более На суде Обвиняемая Даже не удосужилась Извиниться Герман Гущин Михаил Азуткин Телекомпания Город День лишних лекарств Акцию под таким названием Провели региональные чиновники Ее задача Собрать жителей Всю просрочку В специальный металлический контейнер И тем самым Улучшить экологическую обстановку Далее расскажем Как Анна Черных Принесла сразу Несколько блистеров С таблетками Лекарства разные Есть как обезболивающие Так и антибиотики Объединяет все медикаменты Одно Срок годности У них давно прошел И сегодня Их можно сдать На утилизацию Детей у меня много Четверо И лекарства Естественно Капливаются Пропадают И выбрасывая их в урну Всегда вопрос А что дальше Сейчас я точно Этим вопросом Не буду задаваться Потому что Уверена Я доверяю Проекту Доверяю Анастасии Я сама лично Я ее знаю Что лекарства Будут утилизированы Правильным образом И экология От этого никак не пострадает Значит будущее Моей семьи Будет в безопасности Акция День лишних лекарств Стартовала в Рязани 1 октября В торговом центре Круиз установили Металлический ящик В него любой рязанец Абсолютно бесплатно Может опустить лекарства С истекшим сроком годности Потом их отвезут На специальный полигон Во Владимире Подобная практика По утилизации лекарств Через спецполигоны Распространена Во всем мире И из других городов В нашей области И из других регионов И если у нас здесь Все это пойдет Достаточно хорошо И интенсивно То эта акция Будет масштабирована По всей России И естественно Подобные ящики Будут стоять И в разных торговых центрах Рязани И в разных торговых центрах Разных городов России Цель такой акции Забота об экологии Потому что неправильно Утилизированная пачка лекарств Наносит больше вред Окружающей среде Чем батарейки Говорят организаторы Если с элементами питания Рязанцы уже поступают аккуратно Приносят в пункты сдачи То с таблетками Все не так уж радужно Тема экологии Это одна из самых важных тем Нашего сегодняшнего дня А также нашего будущего Не зря тема И экологии И чистого воды Воздуха Земли Это одна из целей Устойчивого развития Которая диктуется нам Как глобальная тема Мирового развития Также есть такие Есть нацпроекты Муниципальные программы Поддерживающие это направление Мы готовы всегда Присоединяться К таким акциям И делать все возможное От нас Чтобы они возникали Чаще И больше На территории нашего города Металлический ящик Для сбора просроченных лекарств Простоит в круизе месяц Потом отправится в тур По торговым центрам Месяц Виктории Плаза Столько же в Олени И обратно в круиз И уже в зависимости от того Как эта акция Отзовется у рязанцев Решится ее Дальнейшая судьба Валерий Седов Дмитрий Ефимов Телекомпания Город 3 октября в России Отметили день образования ОМОНа Отрядов мобильных Особого назначения С начала этого года Сотрудники Подразделения управления Росгвардии Паризанской области Выполнили более 800 задач Передали полиции Свыше 50 человек Подозреваемых В совершении преступлений Накануне праздника Силовики провели Так называемый Полевой выход Полевой выход Это своеобразный экзамен После недельной подготовки Условия приближены к боевым Впереди целый каскад упражнений Это высотная подготовка И организация переправы Через реку Отработка засады И уход из нее И все это скрытно Слаженно четко Поиск и задержание преступников Элемент обязательный Внимание! Легко землю! Легко землю! Были отработаны вопросы Десантирования с БТР А также Использование БТР В специальной операции По блокированию И уничтожению Незаконных бандформирований Навыки переправы Особый скилл бойцов Конечно основные азы Сегодня дают даже детям В патриотических лагерях И на первый взгляд Может показаться Что все достаточно просто Натянул, проехал Но на самом деле Здесь все сложнее Степень натяжения троса Его длина и толщина Все это бойцы-высотники Определяют Исходя из собственного опыта Все зависит от того От задачи Что нужно Либо как можно быстрее Переправиться Нужно учитывать Опять же Есть ли раненые Носилки Будут ли переправляться Будут ли переправляться Рюкзаки И с очень большим грузом Все это учитывается И отсюда уже определяешь Какой переправы Ты будешь натягивать Еще один норматив Нейтрализация преступников На водных объектах Эти навыки в арсенале ОМОНовца Тоже должны быть Впрочем на этом Полевой выход Рязанского ОМОНа Не закончен Впереди поиск И уничтожение А также нормативы По стрельбе В дневное и ночное время Из всех доступных видов Табельного оружия Максим Васильев Телекомпания Город Партнер программы День города Это выставка Свежей рыбы и икры Самые вкусные А главное Свежие деликатесы Ждут вас на первом этаже Торгового центра Премьер У центрального входа С 4 по 9 октября Изготовление кукол из ваты Сейчас все популярнее В Советском Союзе Если помните Почти в каждой семье Под Новый год На елках висели ватные игрушки В технологиях изготовления Помнит Галина Селивестрова Жительница села Бобровинки Кораблинского района Дед Мороз Снегурочка Куклы в разных костюмах И это далеко не весь Список поделок Которые делает Галина Селиверстова Из села Бобровинки Кораблинского района После того Как комбинат шелковых тканей Где Галина проработала Несколько лет Закрыли Она решила Посвятить себя Творчеству Вязание было первым Ее увлечением Ну а потом Появились ватные куклы Рисовать Галина любила С детства На ватме, не холсте Потом расписывала Деревянные игрушки Сейчас полем для творчества Стали ватные куклы Я все думала Думала Как же мне покрасить Чем мне покрасить А потом уже Я начала смотреть Чем они красят Ну гуашь у меня Всегда была там Я начала красить гуашью И у меня она Почему-то как-то Расплывалась Не получалась Я психовала Нервничала Ну и начала смотреть Дальше Чем можно еще И вот это вот Это вот акриловые краски Применение своему таланту Галина нашла В бэкграунде детства В советские времена Елки всегда украшали Ватными игрушками Правда первые куклы Как говорится Были комом В прямом смысле Но с каждым новым разом Становились все лучше И лучше На создание одной куклы По словам Галины Времени уходит Не так много Все зависит От сложности образа Ведь сначала Его вынашиваешь внутри Детально прорабатываешь И только потом Пробуешь воплотить Впрочем В процессе изготовления Говорит мастер Все меняется И игрушка Будто бы сама Диктует тебе Кем хочет стать Два дня Это два дня Это Чтобы она высохла Я же ее делаю Делаю сперва каркас Вот каркас Я сделала После каркаса Вот каркас Я ее набиваю Делаю Обматываю ватой Ваткой Ваткой И ниткой Белой ниткой Вот Потом я набиваю тело Ну чтобы он человечек Это же вот скелет получается Ну да Человечек уже В своей мастерской По словам Галины Она может просидеть полночи А у соседей уже появилась Собственная примета Если в комнате мастерицы Горит свет Значит завтра можно приходить Смотреть новые произведения искусств А еще Галина Бабушка восьми внуков и внучек Они с удовольствием Помогают ей творить Например Делают некоторые детали композиции Своё творчество Ватных дел мастер Раздаривает друзьям и родственникам А еще в местном клубе Иногда устраивает выставку своих работ Вообще занятие таким видом творчества Способствует развитию мелкой моторики Но идеи и планов у Галины Селиверстовой много Есть одно но Времени в сутках слишком мало Герман Гущин, телекомпания «Город» При поддержке телеканала ТВ Кораблино Это были все новости на данный момент Еще больше информации вы сможете узнать На нашем сайте город62.tv И в группе в социальных сетях А на этом мы с вами прощаемся Хорошего вам вечера и спокойных новостей До встречи в эфире Впервые в Рязани с 4 по 9 октября Свежий улов прямо с Камчатки Чавыча, красная икра, белорыбеца Все от производителя ТРЦ Премьер Первый этаж Возле центрального входа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова